Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми, известными. Сегодня я немножко вам расскажу о Хаким Абулькасим Мансур Хасан Фердауси Туси. Персидский таджикский поэт, автор эпической поэмы Шахнаме «Книга царей». Ему приписывается также поэма Юсуфа Изулиха, библейско-коранический сюжет об Иосифе. Пользуется большой популярностью и считается национальным поэтом в Иране, Таджикистане и Афганистане. Я цитирую Википедию. Родился между 932 и 936 годами в окрестности города Тусса в семье Дихкана. Получил хорошее по тому времени образование, свободно владел обойбы литературными языками Ирана той эпохи арабским и персидским и возможно даже был знакомый с литературным языком домусульманского Ирана Пехлеви. В Фердауси его поэтическое имя переводится как райский. Продище Хаким или мудрец-ученый. Он получил за глубину и широту своих знаний. Длительное время жил в Газни, находился на службе у султана Махмуда Газневицкого, которому и посвятил Шахнаме. Однако основная мысль поэмы о том, что лишь наследственные носители царской власти имеют на нее право, не понравилась султану Махмуду, которого более устраивала правомерность силы, а не наследственности. Ну и по известной легенде, не имеющей, конечно, точных подтверждений, султан отказался заплатить Фердауси за поэн. Это сильно рассердило поэта, он написал сатиру, в которую упрекнул султана происхождением от раба. В результате султанского гнева Фердауси был вынужден бежать из страны и скитаться в бедности до конца жизни. Существует предание, согласно которому незадолго до смерти Фердауси, султан Махмуд случайно услышал от одного придворного выразительный стих из Шахнаме, ну и спросил об авторе и узнал, что стих из посвященной Махмуду же книги царей, знаменитого Фердауси, который теперь в Туси проживает в бедности. Махмуд немедленно распорядился послать 60 тысяч золотых червонцев, а Фердауси незадолго до этого скончался. В то самое время, когда через одни городские ворота выносили для похорон его тело, в другие городские ворота вступали верблюды с дарами от Махмуда. Фердауси был похоронен в городе Тус, в своем собственном саду. Губернатор провинции распорядился построить мавзолей над могилой Фердауси, после чего это место стало объектом массового уклонения. Что касается Шахнаме, Шахнаме является единственным произведением Фердауси, авторство которого установлено, но бесспорно. Возможно, Фердауси писал стихи и в молодости, но до наших дней они не дошли. И некоторое время Фердауси приписывалась поэма Юсуфа из Ульха, библейско-коранический сюжет об Иосифе, но в настоящее время научное сообщество отрицает его авторство. Шахнаме – книга царей, ставшая достоянием общемировой литературы в одном ряду с творениями Гомера и Виргилия. Самая длинная эпическая поэма. Шахнаме рассказывается историей рана, от древних времен до проникновения ислама. Ну вот, вкратце, немного о Фердауси, а теперь я бы хотел прочитать его высказывание. Венец – краса всего живого, разум признает, что бытие – основа, разум. Все в мире покроет пыль забвения, лишь двое не знает ни смерти, ни тления, лишь дело героя до речи мудреца проходит столетия, не зная конца. И тот, в ком светоч разуму горит, до дых деяния в мире не свершит. Как милость неба отличить от гнева? О, мудрецы, ответьте, мне вы. То львенка в доме у себя взлелеет, пусть помнит он, что лев заметереет. В стальную клетку ты запри его, или разорвет тебя он самого. Мы все равны, богатый и бедняк. От разума печаль и наслаждение, от разума величие и падение. Для человека с чистой душой, без разума нет радости земной. Раскается о своих деяниях тот, кто, не подумав, действовать начнет. В глазах разумных дураком он станет, для самым близких чужаком он станет. Кто в силах разуму воздать подсчет? Воздам подсчет, но кто меня поймет? О том, что ты услышал, всем поведай, с упорством корни знания исследуй. К словам разумным ты ищи пути, весь мир пройди, чтоб знания обрести. Меня секут, а я свое опять. Храните честь, а если негде взять. Прекрасное любите, заклинаю, ну разве это можно приказать? Хоть сотни лет мне счастье верно служит, но мир свое коварство обнаружит. Коль кипарис поднимет к небу встан, то на кустарник не глядит фазан. Добра и зла, вожатый, постоянный, таков все и мир, и все его обманы. Зачем же долгой жизни ты желаешь, коль тайну мира так и не узнаешь? Быть может, выход мы найдем с тобой, есть избавление от беды любой. Ну вот, наверное, немножко так вкратце о иранском поэте, мудреце. Хаким, Абдуль Касим, Мансур Хасан, Фердауси Тусси. Ну все, пока-пока, до свидания. Узнали что-то новое, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok